всем доброго времени суток друзья сегодня у меня по вашим просьбам от некоторых по очень многочисленным фаворит арена стрим значит сейчас сниму катушечку поскольку взвешивать буду рассказывать все буду рассказывать про эту палку рассказать есть чего 7 месяцев жесточайшей эксплуатации вот поймана сумасшедшее количество рыб на нее весьма внушительные размеры тоже были надеюсь все видели значит так фаворит арена стрим 66 310 модера тфас 3 6 лб а rms 662 у то есть тут не light ультралайт написано спорить не с этим бессмысленно начать палочка имеет так все таки я такой человек я все проверяю длину фактическую не то что там напишет метр девяносто восемь по факту 1 метр девяносто восемь сантиметров то есть практически двухметровая палка значит сейчас мы ее взвесим посмотрим сколько она по факту весит грязи там и слизи на ней рыбе должно быть но ведь и вот ну 7 месяцев 7 месяцев эксплуатации 96 целых восемь десятых граммах еще раз 96 целых 880 грамм значит вот такая палочка попала ко мне 7 месяцев назад значит и почему так долго не было обзор обычная но как бы раньше поскольку палка весьма интересная ну фаворит арена в стримовом варианте она конечно долгожданный инструмент вот посмотрите как она выглядит вот вот так выглядит баткап очень приятный цвет приятные надписи в общем по внешнему виду это картин я вам скажу так понятно откуда этот дизайн и как по мне так если даже и содрали хорошее всегда бы так чтобы него она всякая именно хорошая по поводу строя написано moderate и fast ну с этим глупо не согласиться вот действительно палочка ну скажем так не кардинально отличается короче говоря от палки которая просто арена кардинально построю эта палка явно жестче явно быстрее вот по поводу чего и как я на нее ловил значит есть видео за эти 7 месяцев наверно в редких случаях она не мелькала на экране единственно что я конечно жалею что я не половил ей база вот сюда я оставлю ну наверно только щуки монстры чтобы как бы убедились некоторые люди которые не смотрят мой канал но найдут мое видео то есть какую рыбу можно припарковать этой удочкой я ловил ей головля я ловил ей окуня при том в окуне ну скажем так грамм 500 наверное вот товарный такой окунёк попадался я ловил ей это кстати говоря на днепре на озере я ловил ей форель дикую на лене река лены горная речка в германии я ловил ей судаков в голландии в канале я ловил щук за метр на эту палку я ловил джигом микроджигом я ловил блеснами я ловил вертушками я ловил воблерами что еще не назвал так это скорее всего был маленький гальян на нее пойман был поймана уклейка был пойман лящ несколько судаков что же еще господи что-то я забыл очень приличное количество и разновидностей рыб была поймана на эту палку сказать что она мне нравится не сказать ничего очень интересная палочка очень интересная по поводу скажем так тестового диапазона на ней написано 310 я не знаю как у кого у меня допустим колебалочка моя заговоренка которая весит 1,8 грамма при шнурочке кстати я еще раз покажу упаковочку шнурка который паркует щук на метр тринадцать вот при вот этом шнурке при вот этом шнурке полет такой колебалки ну метров тридцать пять-сорок есть то есть вот ну видео же есть я же как бы рассказывать могу много кое-чего вот как мы были на ленке один день ловили чисто воблерами то есть я отвечал всевозможные воблера ну скажем так сантиметров наверно до 60 просто больше или до семидесяти не было ну смысла как бы зачем вот и так рыбка клевалая рыбка ловилась значит на следующий день мы ловили только колебашек колебал колебал очками вот меньше чем 1,8 врать не буду я по-моему не ставил может быть и ставил полтора но честно я не вспомню но 1,8 очень комфортно очень комфортно по микрухи и про всяким чуйкам в руку пусть вам расскажет кто-то другой я ничего не буду говорить значит мне комфортно было ей ловить ну скажем так 2-3 грамма плюс приманка то есть это нижний диапазон при нормальном дне или скажем так я могу тактильно ощутить падение на дно хотя если допустим как бы идет течение вот как в голландии мы ловили я бросал грушку 7 грамм и там как бы касание дна не очень так сильно ощущалось потому что чуть подрывчик ее текая сразу раз и несет но это как бы особенности поэтому я же говорю что у меня могут быть одни ощущения у вас другие про это ничего не могу сказать я вам говорю те веса с которыми мне лично очень комфортно работать с этой палкой значит почти 2 метра это очень хорошо для палки ну скажем так ультралайтовой ну я бы не назвал ее чистым ультралайтом объясню почему вот я вам назвал минимальные веса от которых я ловил то есть микроджигом я ловил где-то ну полтора не по моему вставил я один и два грамма я честно говоря не вспомню но какая разница 2 я помню точно 2 грамма плюс приманка очень комфортно на забросе комфортно визуально ощущает все комфортно все хорошо по поводу максимальных весов ну я не я буду если я не перегружу палку такого наверно еще никогда в жизни не было даже когда у меня были на тесте палки другие то есть чужие то есть вот у меня сейчас допустим стоит вася гореевского палочка очень небюджетная там за 300 с лишним евриков вот она по моему от десятки в украине стоит господи про стоимость не сказал ладно вы стоимость найдете палка не первый день на рынке вот короче говоря я ее перегружал значит максимальный вес который я бросал это была грушка 18 грамм вдумайтесь палка до 10 я и бросал 18 сказать что мне было комфортно нет это будет неправда но работать было можно да учтите грушку надо еще подбрасывать правда но это был не резкий подброс она валится немножко валится но работать было можно вот комфортно мне было тоже видео есть когда я бросал космастер 14 граммовый так без проблем летит за горизонт управлять никаких этих самых то есть очень даже комфортно работать с такими весами по поводу резины 10 плюс к примеру я честно говоря не ставил я ставил в пределах 7-8 грамм плюс приманка ну общий вес составлял больше десяти грамм это сто процентов работать было комфортно защиту или скажем так в плюсы этой палки что я еще могу назвать многие считают что как бы для ловли судака нужен кол нужно палка которая надо просекать ребята есть видео на эту палку было поймано там 4 или 5 судаков да там никаких громадных не было там были судачки через которых видно солнце или ну максимум там грамм 400 500 но они были пойманы без всяких проблем то есть все просекаемость у этой палки великолепная вот что еще можно сказать управление воблерами если это ну просто я не ловил на сумасшедшие кренки сумасшедшие ну как бы сопротивляемость если ты минохи до семидесяти сантиметров не упористый и не с вот такой лопатой то твичит тоже она твичит без всяких проблем по поводу сдерживающего ресурса в НРО все ну если кто не видел повторюсь вот здесь будет кружочек для тех кто смотрит не в телефоне а на компьютере там на планшете нажмите на этот кружочек выпадет подсказка там будет ну я все не смогу вставить все видео когда я ловил на эту палку но там где я как бы пер щуку которая метр тринадцать и одной рукой потом ее поднять не мог на вот эту палочку и там семиграммовую игрушку там будет вы посмотрите как отрабатывала эта палка по рыбе вот долго я не снимал на нее обзор знаете почему чему больше я ловил на нее тем ну не то что она мне больше нравилась тем больше я ее понимал и вот сейчас после того когда я взял на нее таких не побоюсь этого слова монстров то я зауважал ее еще больше конкретно про свою не знаю про чужую про какую-то там и все я могу сказать следующее у меня колечки стоят абсолютно ровно колечки кстати говоря не нью концепт которые вот маленькие очень я могу конечно сказать вам входное тут нара двенадцатка вот бланк на моей палке ну может быть чуть 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 есть минимально такое которое даже не замечаешь может быть вот но в принципе ровный по внешнему виду у меня никаких нареканий нет есть один у нее ну я бы не сказал что это как бы недостаток есть один такой скрытый но я не скажу только лишь потому что это может заметить там один человек из тысячи то есть который собирает палки которые как бы чего-то там узреет услышит абсолютно уверен в том что 99 процентов его не заметят и так далее вот хотя это может быть чисто моя палка может быть какой-то другой этого и нет ну отлично все просто отлично то есть палочка вот не знаю вот ее очень долго ждали до выхода это я я теребил знакомых с фаворита когда появится я хочу мне как бы первому хорошо хорошо больше года я ждал вот она появилась вышла и семь месяцев заметьте может быть даже больше я не снимал на нее обзора то есть повторюсь я поймал ей такое количество и такое разнообразие рыбы что просто караул просто караул скажу больше она вот разрабатывалась именно для ловли на стриме на течение форели дикой форели понятно да ну или запускаемой форели это уже как там по местам так вот наверное так как я ее хвост и в гриву никто не прокатал чтобы ловить и судака и метровых щук и там и лещей и так далее ну в мое понимание не лещей козлов такие грамм по 500 по 600 ну это уже были вот такие вот козлы вот ну у нас как бы подлящика называют козлом вот то есть хвост и в гриву эту девочку я протягал скажу больше вот если бы мне сейчас кто-то сказал давайте мы вам пришлем палку там меньшего теста вы ее потестите и там что-то сказать я не захочу этого делать по простой причине что допустим там хуле ну в экстра ультралайте да у меня есть дипломат борон и как бы эта палка меня вполне устраивает то есть в минимальных весах но если если вы хотите как бы и жнец и на дуде и грец и в принципе ну скажем так ну хорошего качества то вот вам инструмент то есть очень жалею что я не половил на него баса вот хотя мы были в испании я почему-то не взял ее в она осталась в германии мы полить поехали в испанию и там как бы я просто не предполагал что на ультралайт буду ловить баса а оказалось что так ловили что там сотнями сотнями ловили в день штук вот это единственное что на ней но все равно как бы я я понял эту палку очень хорошо судака просекает с его пастью без проблем главное нормальные крючки не тупые да и как бы правильное поведение с этим самым шнурочек вот повторюсь еще в кои-то веки я вот так отзываясь об этом шнурке а еще как бы свина форель я забыл про это что там в районе двухи я еще почему как бы знаете долго не снимал я ловил очень много рыбы на нее но не ловил только одну свина форель я ее взял в германию вот в эту поездку именно для того чтобы поймать на нее большую хорошую свина форель потому что у нас дай ему здоровья потихоньку хереет и хереет этот водоемчик наверное я сниму видео отдельно про этот водоем потому что люди приезжают и матюкаются они смотрят мое старое видео там все по-другому ребята все по-другому ну ладно это как бы отступление вот я ее взял чтобы поймать свина форель и поймал свина форель но я не предполагал что я буду на ловить на нее в голландии такое количество рыбы а там у меня стоило две заряженные палки про катушку кстати у меня спрашивают ладно два слова потом две заряженные палки этого таринка и я с собой специально взял две и взял господи сталкера херти рай сталкер который 8.38 то есть я знал что мы поедем что мы будем ловить мощную рыбу но что я поймаю щуку за метр первую вот такой палочкой я даже не смог предположить не знаю что еще про нее рассказать то есть повторюсь от вот такого гальяна до ну вы наверно все видели на видео она лежит почти палка щука я фотографию ставлю на на вот эту палочку с вот этой катушкой значит по поводу этих самых катушки арены она у меня совершенно ну как совершенно недавно хотя уже тоже прошла вместе с палкой ну не вместе с палкой эта палочка у меня прошла и крым и рим как говорится и медные трубы уже как бы так по издеваться над палкой мало кто издевался значит по катушке два слова потому что опять же сниму видосик когда будет ну время не время уже больше времени я и половлю но одно то что она парковала щук за метр говорит уже о многом внешний вид тоже ну очень похоже на карди в катушечку которая дороже там четыре раза может быть в три вот пока положите самые впечатления очень положительные меня во всяком случае в этой катушке в отличие от моего предыдущего инструмента кстати он продан не пишите мне больше ничего спасибо всем кто откликнулся в этой катушке меня пока повторюсь пока рыбалок было немало я доходило до того что мы в час ночи приезжаем пять утра едем на следующую рыбалку меня не раздражает ничего ну что вам еще про нее рассказать больше ничего не могу рассказать кроме того что рассказал везде ну как бы не везде а очень в многих видео она присутствует и при ловле головля и при ловле окуня и при ловле любой другой рыбы и всевозможных и в стритфишинге она у меня участвовала где она у меня только не участвовала и с лодки я с ней ловил и с берега то есть я еще не знаю кто вот так в жизни гонял палку чтобы потом рассказать что вот так такое разнообразие это конечно чего-то стоит и сдерживающий ресурс у этой палочки поверьте мне очень очень не дурен по перегрузу уже сказал 18 грамм но я не знаю вот как бы мне кажется по моим личным ощущениям 14 15 если это колебло это вот как бы можно не все время не скажу что это вот так и будет нет но если вам вот нужно было да вот как я был в лодке вот у меня была палка которая ему бросать там 20 и выше грамм и вот это а мне надо было 14 бросить я бросал 14 и понял что иногда как бы когда есть необходимость можно и 14 грамм по поводу баланса с этой катушкой это у меня c2000s вот сейчас я вам на пальце покажу хотя мне как бы вот эти пальцы я уже неоднократно говорил мне все равно мне важнее тот баланс который я испытываю когда держу снасть в руках но тем не менее ради принципа ради тех кому это это самое важно я вот покажу вот такой баланс не знаю меня абсолютно ничего не напрягало в этой палке поскольку я и ловил всевозможными приманками и в разнейших условиях не знаю полезно это вам или нет но во всяком случае вы просили постарался не очень длинно и только эмоции только эмоции факты все факты те которые я перечислил они есть в видео палка внешним видом и своими рабочими качествами меня устраивает полностью в стримовых этих самых не хочу ничего другого вот наверное и все спасибо большое если были со мной если вам интересно напишите мне об этом если вам интересно еще что то то что вы мне в предыдущем видео написали обязательно все принял сведению все сниму значит будет еще один видосик про рыбалочку этой палочкой в том числе там была щука ни фотографий нет ничего ну мне тяжело судить я человек как бы ну не то что заинтересованный там была щука за метр двадцать вот но это был тяжелый день это многие с бубнами побегали чтобы у меня такой день сложился надеюсь вам тоже будет интересно посмотреть этот видосик на этом все всем мира добра до новых встреч пока ребят